Так, значит, процессы. Собственно, ну, что такое процесс? Кратко сейчас пробежимся, перед тем, как уже рассматривать API для работы с процессами. Можно много разных определений давать. Там, в принципе, вполне пригодный для понимания, что такое процесс. Процесс – это программа состояния выполнения. То есть иногда можно сказать, что вообще вычислительный процесс – это некоторое разворачивающее во времени изменение состояния компьютера. То же самое, что у нас программа, она меняет состояние памяти, меняет состояние каких-то внешних устройств, все это разворачивается во времени, и все это в итоге составляет процесс. Если вот так вот на самом общем понятии, это понятие практически такой, из теории алгоритмов общей философской, ну, и для более детального рассмотрения в контексте операционных систем хотелось бы его уточнить. В контексте операционных систем тоже можно там несколько подходов к тому, что сказать, что такое процесс. Один из вариантов, например, сказать, что процесс – это, собственно, субъект распределения ресурсов в операционной системе. Это, может быть, звучит как-то так пока замысловато, но идея очень простая. То есть у нас задача гидрооперационной системы – это как-то распределять ограниченные существующие ресурсы компьютера между разными пользователями, между разными, я не знаю, задачами, выполняющимися и так далее. Соответственно, вот та единица, на которую распределяются ресурсы, то есть та единица, которая там может получать ресурсы, может отдавать ресурсы как-то там и другим образом, и с ними взаимодействовать – это и есть процесс. Ресурсы. У нас есть два основных ресурса у любого компьютера. Это процессорное время, затрачиваемое на вычисления, и оперативная память, в которой мы храним состояние. Это два основных ресурса. И другие прочие ресурсы, которые мы можем получать, там файлы, дисковое пространство, разделяемая память, все что угодно. Все это как раз приписывается процессам, и у каждого процесса есть приписан на этом процессе набор ресурсов. С точки зрения главного ресурса, ради чего вообще у нас все это существует, это времени центрального процессора, то есть временного выполнения, можно сказать, что процесс – это единица планирования времени операционной системы. Тут это, на самом деле, наверное, не совсем правильно будет так сказать. Правильно будет сказать, что это нить, как единица планирования времени операционной системы. Потому что иногда процессы разделяются, как вот, возможно, нам говорили на лекции, бывают тяжелые процессы, то, что называется процессы. И некоторые так называемые легковесные процессы, у которых много есть названий в русском языке, это треды, нити, потоки и так далее. То есть вот именно если мы хотим подчеркнуть, что есть некоторая сущность, на которую распределяется время центрального процессора или центральных процессоров, то это именно скорее будет нить, возможно, в рамках одного процессора. А если мы говорим о том, что вообще ресурсы распределяются, такие как память, файловые дескрипторы, все что угодно еще, это будет тогда у нас полноценный обычный такой тяжеловесный процесс. О нити мы с вами будем еще говорить в свое время, пока просто рассмотрим процесс как того. Собственно, вот поскольку процесс это сущность, под которую выделяется ресурс центральной операционной системы, и у нас есть, как я сказал, главный ресурс, один из двух главных ресурсов, это память. Оперативная память, выделяемая процесса. И у каждого процесса есть атрибуты, связанные с этим процессом виртуальной и физической памяти. То есть это, соответственно, таблицы страниц виртуального адресного пространства, отображающие виртуальное адресное пространство, физическое. Это разные, соответственно, то, что называется resident set size, то есть это конкретные физические страницы, которые находятся в оперативной памяти, которые относятся к этому процессу или разделяются этим процессом с другими совместно. Разное отображение файлов в память, занятое место в свопе, стэк режима ядра, стэк полицкого режима, разделяемые и неразделяемые страницы памяти. Это все, что относится к управлению виртуальным адресным пространством. Вот такой вот кластер атрибутов, связанных с атрибутами памяти процесса. Александр Владимирович, извините, что перебиваю. Вопрос, а что такое стэк режима ядра? Последний был на предыдущем слайде. Мы это еще будем разбирать? Да, сейчас я остановлюсь на этом. По управлению внешними ресурсами, это всякие атрибуты процесса, привязанные к файловой системе, там файловый дескриптор, корневой каталог Umask, текущий каталог, много их там разных. И с точки зрения управления временем центрального процессора, это разнообразные параметры планирования. Это приоритеты, это тип планирования, это какие-то текущие его флаги планирования процесса, текущее состояние и так далее. Вот прочие атрибуты, собственно, регистр центрального процессора, сигналы, счетчики ресурсов, разнообразное большое количество идентификаторов пользователя и так далее, и так далее, и так далее. Хорошим, по крайней мере, если мы говорим о Linux, хорошим источником разнообразной информации о процессе является файловая система SlashProcess. Вот, тут непосредственно в корне этой файловой системы находятся файлы, которые описывают состояние системы в целом. Возможно, в некотором из них мы будем возвращаться. Они обычно в некотором человеке читаемом виде представлены. То есть, вот, например, информация о виртуальной памяти, вот она мне, даже в каком-то таком человеке читаемом виде, пока я могу, в принципе, я могу распарсить, обрабатывать программы, естественно, могу смотреть так. И в каталоге Proc для каждого процесса есть некоторый числовой идентификатор у каждого процесса, где уже описывается, находится разнообразная информация, привязанная конкретно к этому процессу. Каждый процесс идентифицируется двумя, на самом деле тремя, четырьмя числами. Самое главное, из которых PID, это идентификатор процесса. Это некоторое положительное целое число, то есть оно не ноль и не отрицательное, от единицы и до некоторого максимального значения. По соглашению, номер 1, PID1, занят специальным системным процессом, который традиционно называется INI, хотя это, в общем-то, уже не так. Если мы посмотрим список процессов в современных системах, вот процесс 1, это современный аналог INI, это процесс систем D. В современных Linux обычно это так, но есть какие-то хейтерские дистрибутивы Linux, которые принципиально систем D себе не ставили. Кроме того, мы вот в списке процессов видим здесь разнообразные какие-то записи, у которых имена заключены в квадратные скобки. SoftwareQ, Migration, Audit, Writeback и так далее. На самом деле это никакие не процессы, а это некоторые нити ядра, которые отображаются в пользователях как процессы просто для удобства управления ими. То есть вот это все создано не пользователем, а ядром для обработки каких-то задач, связанных с функционированием ядра, прерывания SkyZ, IPv6, что угодно. В принципе, про каждое можно что-то составить, журнализуемая квадровая система и так далее. Они не являются в обычном смысле пользовательными процессами, у них нет виртуальной памяти, у них нет большинства атрибутов. Это просто некоторые такие записи для планировщика ядра, для планировщика времени центрального процессора, чтобы вот эти вот нити ядра время-тремень получали выполнение. Все пользовательские процессы, вот мы видим, у них есть запускаемый файл, и здесь у меня отображаются параметры командной строки, как правило, с которыми эти процессы были запущены. Вот видно даже, что процессов достаточно много, даже после загрузки, если я ничего особо не делаю. Вот это вот, то, что здесь отображается, это как раз PID-процесса. Это его основной идентификатор, с помощью которого мы в целом будем с ним работать. PID-процесса, в общем, может быть большим. Он далеко совсем не ограничен вот этим вот значением 32.767. На 32-битной системе, да. Если мы посмотрим, какой-нибудь старый Linux, 302-битный. Вот здесь действительно PID ограничены значением 32.4, ну, 32.767. И за время аптайма, за время работы, в общем-то, вот этого сервера, там много раз PID прошли по кругу. То есть, когда мы, когда PID достигает там максимального значения, то берется первый свободный, начиная от минимального. И снова все это вот двигается по кругу много-много-много раз. То есть, у этой системы, собственно, она без перезагрузки работает, ну, собственно, год без 10 дней. Соответственно, можно представить себе, сколько раз вот эти вот пространства PID было повторно использовано. Сколько циклов мы прошли по всем номерам. На более современных, таких с большим объемом ресурсов, серверных системах, PID, в общем, не ограничивается значением 32.000. Тут вот, собственно, он может быть большим. Реально это все конфигурируется. Та же самая файловая система PROC, SIS, Kernel, IDMAX. Вот мне здесь показывают максимальное значение PID, которое на этой системе сконфигурировано. Я могу, если у меня есть права RUT, я могу в этот файл записать новое значение, ну, и тогда у меня максимальное значение PID изменится. То есть, его не нужно рассматривать как какое-то ограниченное значение, это просто, ну, наверное, правильно считать, что это некоторое 32-битное число. Не отрицательное, положительное 32-битное число. Помимо PID-процесса, все процессы организованы в дерево процессов. А дерево начинает расти от процесса 1, от init. И, соответственно, у каждого процесса PSIJ есть его родители, parent PID. Собственно, мы можем здесь его посмотреть. Например, у вот этой вот PSIJ, которую я вот здесь запускал, его родитель имеет PID 30.093. Это, собственно, BASH. У BASH-а родителей 1682. Это кто у нас? Нету даже такого процесса, да, у нас не осталось. Вот процесс 1682, который терминал XFTA4. И уже у процесса PID 1682 его родители имеют PID-1. Это вот самый init или systemd, о котором я уже сказал. Дальше еще у процессов есть так называемый идентификатор группы процессов. Ну, это, собственно, мы можем процессы объединять в группы. Для, ну, когда у нас процессы выполняют логически некоторые связанные задачи, они, их мы можем объединить в группу процессов. И группа процессов ведет себя как единое целое в каком-то смысле с точки зрения отправки сигналов. То есть мы можем, например, завершить не один процесс в текущий момент работающий, а сразу целую группу процессов, которые в текущий момент работают. Это чуть попозже мы обсудим, когда мы говорим про сигнал. И последний идентификатор процесса – это так называемый идентификатор сессии. Идентификатор сессии – это какой-то, ну, как сказать, просто… Ну, сессия – это последовательность каких-то операций, запущенных одним пользователем с одного терминала обычно. Вот у нас идентификатор сессии 30.093 – это баш. Вот, собственно, shell, который у меня в этом окне исполняется. Он создал новую сессию. И все те процессы, которые будут запускаться башем, они будут наследовать идентификатор сессии. Идентификатор сессии тоже нам нужен для того, чтобы, например, если баш, так называемый лидер сессии, отключится, то всем процессам в его сессии будет разослан сигнал, по которому они могут завершиться. То есть это… Сессия – это совокупность процессов, имеющих обычно там некоторые такие вот логически связанные… Сессия работает. И с точки зрения системных вызовов у нас есть getPID, getParentPID – два идентификатора. Есть getGID – идентификатор группы, getSID. Все они мне позволяют получить вот эти все четыре идентификатора процесса. Основной способ создания процесса в Unix-системах, вот так вот исторически, это системный вызов FORG. Возможно, вам на лекциях про него уже сказали. Особенность систем… Ну, не особенность, а такая вот… Отличительная характеристика системного вызова FORG, которая отличает вообще операционные системы семейства Unix и прочих, это то, что FORG создает копию текущего процесса, но не запускает никакого другого исполняемого файла. В большинстве других операционных систем у нас создание нового процесса и запуск какого-то файла на исполнение вот в этом вот новом процессе являются действиями, обычно выполняющимися атомарно совместно. В том же самом WinAPI у нас есть функция createProcess, которая и создает новый процесс, и запускает файл на выполнение. В целом, вот парадигма такая, что мы одновременно создаем процесс и запускаем исполняемый файл на выполнение, она такая более… как более sane, то есть она более разумная, более логичная. Потому что нам редко, когда нужен новый процесс, чтобы чисто ради нового процесса. Но оборотная сторона такой логики, и что мы одновременно делаем все, что у нас запуск, вот этот вот самый системный вызов запуска процесса, createProcess, превращается в жуткое нагромождение всех атрибутов, которых мы должны передать в создаваемом процессе. То есть если мы откроем документацию какую-нибудь, давайте вот здесь вот венапи createProcess или createProcess. Тут много чего, createProcess, createProcess asUser и так далее, так далее, так далее. Вот венапишная функция. Здесь передается несколько структур, возвращается несколько структур. Каждую структуру нужно правильно заполнить. В каждой структуре куча полей, и то даже с учетом того, что мы передаем и возвращаем в структуры, этого оказывается недостаточно, поскольку со временем у нас у процесса появляются новые атрибуты, или при создании процесса мы можем получать больше информации. Каждый раз, когда у нас при создании процесса требуется больше атрибутов, мы вынуждены расширять вот эти вот параметры, передаваемые в одном системном вызове createProcess, что приводит к тому, что у нас накапливается вот такой багаж, версии createProcess, несовместимый друг с другом. Напротив, системный вызов fork очень простой. У него нет никаких аргументов, и он просто делает клуб процесса. И логика здесь такая, что давайте мы сначала сделаем полную копию процесса, идентичного почти во всем, кроме, собственно, PID родителей, PID сына и собственного PID. А потом уже, после создания копии процесса, работая уже в параллельном процессе, мы донастроим те атрибуты процесса, которые мы хотим поменять перед тем, как передать управление другому исполняемому файлу. В принципе, это работает. У этой схемы, эта схема очень плохо сочетается с нитями, на самом деле, то есть процессы fork и нити так, в общем, не очень работают друг с другом. Но в целом система работает, и она позволяет расширять атрибуты процесса, не модифицируя интерфейс. То есть нам появился у процесса какой-то новый атрибут, я не знаю, количество чего-нибудь заочных страниц или что-то в этом роде. Мы добавляем новый системный вызов. Дальше уже, при этом существующие атрибуты, существующие системные вызовы не меняются, и программы, которые работали раньше, совершенно нормально продолжают работать. Но минус, как я уже сказал, первый минус это то, что у нас получается, что запуск, создание процесса и запуск переставит быть атомарной операцией. Это проблема в случае, если нам нужно делать какие-то сложные настройки, которые меняют состояние системы. Второй минус это проблема с нити. Тем не менее, вот схема с fork, ну так, прижилась множество оптимизаций, которые делают это, достаточно эффективные, ну и почему бы не использовать ее. Системный вызов fork на входе, в момент, когда вызывается системный вызов fork, на входе, как бы, условно говоря, один процесс, который вызывает fork, там делает соответствующие прерывания. На выходе два процесса. То есть, вот когда мы выполняем системный вызов, когда мы переключаемся в режим ядра, уже в режиме ядра снимается копия с текущего процесса, как бы клонируется, один процесс, два, стало два. И управление возвращается в оба процесса, и старый, и новый, в одну и ту же точку. То есть, вот как получается, что вот мы продолжаем работу после fork, уже не одним процессом, а двумя. Ну, вот так. Например, мы делаем, напечатать свой собственный пит, getRMPID. Допускаем. Собственно, вот у меня вроде бы программа одна, но вот после fork'а, по сути, работают две программы вот с этой самой точкой, у меня работают два процесса, а не один. И каждый из этих процессов выводит свой собственный пит и пит родителя. То есть, вот собственный пит 2080, пит родителя 222. У сына пит родителя как раз 80, а собственный пит 80. Но как только мы начинаем вот так вот делать системный вызов и fork, поскольку создаются два процесса, вообще говоря, относительный порядок их работы, как они будут работать после момента fork'а, не определено. Может быть, все что угодно. Вот, например, вроде у меня два процесса работают как есть, но время от времени мы видим, что у второго процесса родителям оказывается процесс с PID 1. Почему такое случается? Вполне возможна ситуация, вот здесь вот работают и отец, и сын, что к моменту, когда сын будет выполнять системный вызов write, который, собственно, записывает содержимое буфера из памяти на внешнее устройство. Родитель даже не write. К тому времени, когда сын будет выполнять, например, системный вызов get parent pid, вот здесь вот, получая идентификатор родителей, а родители в этот момент уже завершатся. Чтобы в дереве процессов не возникало таких вот изолированных кусочков, если родитель завершается раньше сына, то родителям сына-сироты становится процесс номером 1. То есть вот здесь вот в этом случае процесс 31517 завершился раньше, чем процесс 31518 дошел до вызова get parent pid, поэтому родительство над процессом 31518 передано процессу init, и мы получаем здесь get parent pid правильные единицы. Здесь вот, как мы видим, вот в запуске у нас в целом мы видим, что всегда исполняется отец первым. Ну, из достаточно простых соображений, скорее всего, в большинстве ситуаций действительно это будет так. То есть вот, когда тот самый процесс, который в текущий момент выполняется, он выполняет системный вызов fork, ядро еще от имени вот этого выполняющегося процесса создает его копию, помечает ее готовую к выполнению, но, в общем, обычно его не ставят непосредственно на выполнение сразу. И возвращает управление дальше в процесс, который выполнял fork. То есть там обычно, в большинстве ситуаций, родители будут выполняться первыми. Но говорить о том, что что-либо гарантировано, в ситуации, когда у нас много процессов работают параллельно, уже нельзя. То есть если вы, как первым может выполняться, как родители, так и сын. В общем, порядок работы процессов после системного вызов fork не определенный. Если у вас нет какой-либо дополнительной синхронизации между параллельными процессами, и вы просто так как-то из общих соображений рассчитываете, что какой-то процесс будет выполняться первым, какой-то процесс будет выполняться вторым, эти расчеты, как правило, не верны. И в вашей программе в таком случае будет присутствовать ошибка, которая называется race condition. То есть гонки, когда результат работы программы определяется чем-то, каким-то факторами, не находящимися под контрольным этой программой, которые могут просто от запуска к запуску меняться. Ошибки типа race condition это такая неприятный тип ошибок, которые возникают в параллельных программах, которые очень трудно отлаживать. То есть на практике race condition он далеко не сразу себя проявляет. У вас программа может содержать race condition и подавляющее большинство времени работает нормально, просто потому что условия не садаются. А в какой-то момент возникает, когда два процесса действительно как-то так вот два процесса, вы видите, работают интенсивно, тогда вы можете наткнуться на race condition, он может пройти незамеченным, либо может произвести все что угодно. И потом бывает очень трудно сказать, где это было и почему это было. То есть такой вот блуждающий тип ошибок очень сложно для обнаружения или отталкивает. Как получается так, что системный вызов-форк возвращает, ну вот, как мы можем отличить, где выполняется процесс отец и где выполняется процесс сын? Ну, именно по возвращаемому значению. В случае ошибки мы здесь получим значение минус 1. Понятно, что параллельный процесс сын при этом не создался, отец может проверить на значение минус 1 и, собственно, как-то напечатать сообщение об ошибке. Если PID больше нуля, это значит, что соответствующая ветка выполняется в отце. И если PID равен нулю, то соответствующая ветка выполняется в сыне. другого способа различить процесс отец и процесс сын нет. И для процесса отца возвращаемое значение системного вызова Ford это единственный способ узнать PID процесса сына. Если процесс отец почему-то потерял PID процесса сына, не запомнил то, что возвращаемое значение Ford или что-то еще произошло, то других простых способов нет. Да, можно там как-то перебрать, пройтись по тому же дереву процессов, но это сложно и уже не является нормальным способом. То есть если нужен PID сына, то нужно сохранить то значение, которое мы получаем как системного бизнеса. Для сына все равно. Сын может получить свой PID с помощью git PID, родителя с помощью git PID, все проще. Как это все происходит технически? как вообще реально у нас возникает то, что получается, что один тот же системный вызов возвращает два разных значения двум разным процессам. Технически это происходит так, что вам рассказывали на лекциях про прерывание. Системный вызов это тоже в каком-то смысле прерывание. Соответственно, при входе в прерывание, при входе в обработчик прерывание, в ходе в ядро операционной системы выполняется сохранение всех регистров процессора. ИАХ, ИБХ, ИЦХ, ИДХ и так далее. Эти регистры сохраняются куда-то там в специальный контекст процесса, в специально отведенную для этого место. И в принципе эта область сохранения регистров, она естественно доступна в ядро операционной системы. Оттуда как можно считывать значения, так туда можно и записывать значения. Соответственно, когда выполняется системный вызов FORG, это вот область регистров, она точно так же копируется. И, наконец, когда доходит уже, когда системный вызов FORG заканчивает работу, он-то знает внутри, где отец и сын. Соответственно, в отце вот в ту область памяти, где хранятся сохраненные значения регистров, записывается в область под IAX записывается PID сына, а в сыне в область под IAX записывается 0. И тогда, когда уже происходит возврат из прерывания, вот это значение регистров восстанавливается обратно в центральный процессор, и получается, что у нас в регистре IAX у отца одно, у сына в утере. Ну, а дальше уже мы попали из kernel space в user space, и дальше уже, проходя по цепочке возврат из функции, уже понятно, что у нас FORG это функция в стандартной библиотеке, мы ее вызываем с помощью COLA, попадая на RID в IAX мы будем уже иметь возвращаемое значение после FORG в IAX, и дальше уже из регистр IAX после возврата из FORG оно попадет либо в стек либо в какой-то другой регистр там уже, где мы храним переменную PID. То есть, вообще говоря, от создания процесса, от выделения PID на процесс или от обнуления PID до присваивания вот этой вот переменной вообще говоря, проходит какое-то количество инструкций, то есть, это не есть атомарная операция. Значение PID вот так вот, если мы будем смотреть на уровне инструкций, будет получено чуть позже, чем будет создан новый процесс. И это тоже есть некоторый источник риск-кондишнав, ну, редко, но тем не менее проявляющийся, на который иногда стоит обращать. Так, собственно, вот мы сейчас рассмотрели и с тем, что у нас секунду, секунду, с тем, что форк, это по сути копия существующего процесса, связанная разнообразная побочная эффекта. Они бывают, ну, такие, более-менее понятные в случае, в одном случае бывают неприятные, тогда, когда мы начинаем работать с ними. Ну, например, какие типичные побочные эффекты мы можем наблюдать при использовании системного вызова-форка? Что здесь происходит? Что здесь происходит? простейшая программа. Что будет выдано при запуске программы? Оказывается, hello строка будет напечатана два раза. Почему у нас такое происходит? Ну, что, собственно, мы знаем, что printf это библиотечная функция, которая для более эффективной работы с внешними устройствами, с файловыми дискрипторами использует буферизацию. Соответственно, вот эта вот строка hello, которую мы выводим с помощью printf, она попадает в буфер, который находится в памяти процесса. Системный вызов-форк, он копирует адресное пространство процесса полностью, включая, соответственно, вот этот буфер вывода, в котором уже находится строка hello. Дальше, когда после форка мы проходим дальше и доходим до конца функции main, вот в этот момент уже у нас два процесса, и для каждого из этих процессов выполняется сохранение буферов в памяти на внешнее устройство, и получается, что вот этот write строки hello на дескриптор стандартного потока вывода будет выведен и в отце, и в сэне. Поэтому мы hello, вывод hello получаем дважды. Об этом нужно помнить, что форк копирует все состояние памяти, включая, я не знаю, помимо буферов, там все что угодно, может быть список, деревья, все что угодно, и про это нужно помнить и учитывать. А можно как-то выкинуть искусственно из буфера? Соответственно, бывает пример чуть хитрее. теперь я вот запускаю f4 и у меня строка hello вывел s1 has. Ну, то есть мы можем ожидать, что вот символ backslash n, который при выводе на sdout, он вызывает запись состояния буфера в файловый дескриптор. То есть здесь буфер очищается, поэтому к форку у нас приходит пустой уже буфер, ну, и в отце, и сыне больше ничего не происходит, потому что hello вывелся еще до форка. но это не сработает, если мы вывод перенаправим. Вот, обратите внимание, что даже даже у меня при выводе backslash n у меня после форка все равно hello его дважды, то есть ну, то есть буфер почему-то не записался. это происходит потому, что вывод на стандартный поток вывода работает по-разному в зависимости от того, куда он выводится. Если стандартный поток вывода является терминалом, а узнать, является ли файловый дескриптор терминалом, мы можем с помощью библиотечной функции is atti. Мы передаем номер файлового дескриптора, например, один, и нам возвращается единичка, если да, это терминал, но если это не терминал, какой-то другой устройств. Соответственно, для терминальных устройств стандартный поток вывода из стандартного по умолчанию буферизирован построчно, либо когда мы доходим до символа backslash, либо когда заполняется полностью буфер. Для всех других файловых дескрипторов буферизация всегда полная. Ну, то есть неважно, что у меня здесь, если я перенаправляю вывод в файл, неважно, что у меня здесь есть символ backslash, все равно данные будут накапливаться в буферах памяти, пока буферах памяти полностью не заполнится. Собственно, вот, чтобы таких ситуаций не возникало, нам нужно каким-то образом управлять буферизацией. Есть несколько способов. во-первых, мы можем просто отключить буферизацию. Вот так вот. Я этот способ покажу. вот вы видите один раз. Но это не есть лучший способ, поскольку буферизация вообще отключается, и там вот вывод может даже по-байтаму. Лучший способ, если мы хотим быть уверены насчет того, чтобы синхронизировать состояние буфера в памяти и файлового дескриптора, нужно явно использовать вывод функцию стандартного потока, библиотечную функцию fflash. Вот нужный эффект таким образом достигается. Функция fflash нам будет очень полезна чуть позже, когда мы уже будем выводить не просто на терминал или в файл, а когда мы будем выводить, например, файловый дескриптор при правильной работающих процессах. Файловый дескриптор пайпа, то есть канала или сокета при правильной работающих процессах, для того, чтобы явно вытолкнуть содержимое буфера на файловый дескриптор. fflash синхронизирует, заставляет стандартную библиотеку записать текущее состояние буфера файловый дескриптор, ну и мы опять-таки к форку приходим в пустый буфер. Но на этот же пример можно посмотреть и чуть по-другому. Вот, например, у нас исходный пример форк. Если вы помните, у нас есть функция exit, которая завершает процесс, но кроме того, у нас был системный вызов подчеркивания exit, который тоже завершил процесс. Давайте поймем, в чем их разница. здесь я использую обычный exit, который является библиотечной функцией. И ничего не поменялось. Ну, в самом деле, библиотечная функция exit вызывается неявно тогда, когда управление дошло до конца функции но если я вместо exit буду использовать exit с подчеркиванием, то у меня не будет выведено ничего по той же самой причине, по которой в прошлый раз выводилось дважды. чем отличается exit с подчеркиванием от просто exit просто exit библиотечная функция, которая среди всего прочего и как раз выполняет f-flash для всех открытых файловых дескрипторов записей. Подчеркивание exit это системный вызов, который немедленно завершает процесс, который ничего не знает о буферах, которые расположены в виртуальном адресном пространстве процесса, просто завершает процесс и все. Да, закрывает файловые дескрипторы. Да, освобождает все ресурсы, про которые ядро знает, но ничего не делать с ресурсами, про которые ядро не знает. Пользовательский буфер водовывода естественно это такой ресурс, про который ядро ничего не знает. поэтому если я использую подчеркивание exit, то буфер, вот как он оставался в памяти строка hello, так она в памяти остается, процесс завершается, эта строка пропадает. Поэтому возвращаясь к примеру, где различаются отец и сын, например, вот print hello, допустим, я присваиваю орг, допустим, я в сыне, только в сыне делаю какие-то действия, я не знаю, там что-то еще делаю, обычно exec, сын мне нужно будет для выполнения exec, и если я в сыне выполняю подчеркивание exit, то вот то состояние, которое сын желает, не желая того, унаследовал от родителя, то состояние, о котором ядро ничего не знает, оно будет проигнорировано при выходе из сына с помощью подчеркивания exit, и никакого нежелательно побочного эффекта здесь у нас не произойдет, то есть здесь вот у нас в прессе произойдет то, что мы и ожидали, hello будет напечатано один раз. И это к тому, что когда у нас в дальнейшем будут создаваться процессы сыновья, которые у нас будут создаваться для того, чтобы вызвать exec и передать управление какого-то исполнения либо таких подобных целей, как правило, в процессе сыни нужно использовать именно exit с подчеркиванием, чтобы особенности в особенности, если вот этот fork выполняется в какой-то библиотечной функции, которая, вообще говоря, выполняется в неизвестном нам контексте большой программы. Тогда у нас не будет возникать нежелательных ситуаций того, что процесс сын унаследовал то, что ему, вообще говоря, не нужно, и это имело нехороший побочный эффект. Поэтому вот по умолчанию, если нет обоснования того, что нужно использовать обычный exit в процессах сынах унаследованных от родителей, все-таки желательно использовать exit с подчеркиванием. Вот копирование как раз exit или exit с подчеркиванием. Ну и в любом случае exit ли это обычный или exit с подчеркиванием, это есть нормальное завершение процесса, то есть завершение процесса добровольное, когда процесс сам захотел и завершился. Код возврата, да, с помощью кода возврата мы сигнализируем успех или не успех выполнения программы в целом, но еще раз повторяю, подчеркну, что это завершение добровольное. Бывает еще недобровольное завершение, это, например, когда ваша программа валится по секфолту, валится по делению на ноль или валится по какой-то другой фатальной ошибке. В этом случае процесс завершается ядром операционной системы, то есть поступило прерывание page fold, которое произошло из-за того, что в программе выполнена некорректная операция с памятью. Ядро все это видит, ядро решает, что процесс дальше выполняется нет, она его завершает применение. В этом что у нас есть недобровольное такое завершение по сигналу. То есть итоговый процесс может завершиться либо добровольно по экзиту, либо по получению фатального сигнала от ядро операционной системы. Это нам может потребоваться для анализа кода завершения процесса. А в случае добровольного завершения, у нас код завершения целое число, мы об этом уже говорили, младший байт от 0 до 235, который мы можем анализировать в тот момент, когда мы анализируем, как завершился процесс. Чтобы подождать завершения процесса, мы используем системный вызов какой-то из системных вызовов семейства wait. Их больше четырех штук. Есть просто wait, есть wait pid, есть wait 3, есть wait 4. Они все похожи друг на друга, но там давайте рассмотрим например wait pid. Как я хочу завершать процесс? systypes sysweight h родитель создает с помощью форка. Дальше сын будет выполнять разные действия. Я здесь код ошибки пока не буду обрабатывать. Считаем, что форка завершается успешно. А, ну, хотя. поскольку я в мэне все равно exit или return может это правильно написать. Вот все у меня были. Итак, в сыне я буду сейчас что-то делать, сейчас мы сюда будем вписывать разные штуки. И в ac я могу ждать завершения сына, например, с помощью системного вызова wait.pid. У него три аргумента. Первый аргумент это я могу уточнить, что именно я жду. Если мне все равно, какого из сыновей ждать, а wait работает только на сыновей, непосредственно сыновей. если там появились внуки, правнуки и так далее, на них wait уже не работает. Я могу ждать любого сына, указав первым параметром минус один. Второй аргумент это некоторая целая переменная, в которой будет записана статус завершения моего процесса. И третий аргумент это флаги дополнительные, которые я могу здесь указать, если мне все равно, я просто хочу ждать, я здесь указываю значение флага номер. Wait PID приостанавливает работу процесса отца, пока не завершится, ну вот в этом примере какой-то любой из сыновей, но в принципе я могу ждать конкретного сына, если укажу ему конкретный PID. Тот же PID, так PID не повторяется. Ну и могу напечатать. И дальше в зависимости от того, какой у меня будет слово статус, я могу анализировать, как у меня завершилась моя программа. If if exited статус, вот этот w if exited мне дает значение true в случае, когда процесс завершился добровольно с помощью системного вызова подчеркивания экзита. В этом случае у процесса есть характеристика его завершения, это статус код возврата. PID завершился с кодом завершения таким-то. PID PID 2 например, завершился он в соответствующий макрос называется w exited статус пищат о том, как он завершился добровольно. или же если процесс завершился аварийно, тоже могу об этом написать. соответствующий макрос будет называться темпсик. так, так, вот, функционирование, вот этот вот код, который проверяет статус завершения процесса, естественно, что он будет там как-то функционировать, в зависимости от того, как отработает процесс. Давайте мы сделаем так. Я могу все это записать в цикле. Когда у процесса больше нет сыновей, которые завершились, то есть есть либо вообще больше нет сыновей, либо есть сыновья, которые еще работают. WaitPit возвращает минус один. Давайте я из цикла вывалюсь. Давайте мы посоздаем сейчас несколько сыновей, которые будут завершаться по раку. Допустим, вот этот сын завершается. Завершение 0. Другой сын, пусть, например, завершается с кодом завершения другим. И третий сын пусть завершается аварийно. Библиотечный функционал аборт, по сути, принятое на завершение процесса с помощью сигнала стига аборта. И посмотрим, что я буду получать здесь из отца, который будет дожидаться всех своих сыновей. Ну, порядок завершения процессов может быть любой. Вот тут-то они последовательно, но ничего, наверное, можно добиться. Вот, например, они завершились в другом порядке. Процессы работают параллельно, и нет никаких гарантий, что они будут завершаться в каком-то определенном порядке. Если нет дополнительной синхронизации. Соответственно, мы видим, что один из процессов завершился с кодом завершения 0, другой из процессов завершился с кодом завершения 42, а третий процесс завершился по сигналу номер 6. Сигнал номер 6, сигналом мы с вами, естественно, будем рассматривать, это как раз аборт, который посылается, когда вызывается библиотечная функция аборта. Вот, получается, с помощью либо вейта, либо вейт-пи-ид я могу получать статус завершения процесса для какого-то его последующего анализа. Код завершения могу извлекать и что-то с ним сделать. Могу сигнал завершения извлекать и что-то с ним делать. Соответственно, нормальным завершением, проверка на нормальное завершение, если процесс завершился с помощью экзита, и у него код завершения равен 0. Ну, то есть, например, такой. if we if exited и не we exit status. Вот это проверка на нормальное завершение процесса. Все остальные условия, они не ок, это означает, что процесс завершился ненормально с точки зрения Shell. Вот это условие – это true, все остальное – это post. Соответственно, вот у меня 28.7 ок, все остальные – не ок. Эта проверка нам тоже потребуется, чтобы проверять, что программа доработала успешно. Обратите внимание, что проверять иногда пишут вот так, что if не status, предполагая, что в случае, если код завершения равен 0, то все остальные биты вот этого слова status тоже будут нулевыми. Вот это, ну, неправильно. У нас нет никаких, вообще говоря, ограничений, что в этом слове status могут быть какие-то другие биты, кроме ненулевые даже при успешном завершении, что мало ничего там еще передается. Никаких ограничений нет. Поэтому правильная проверка – это вот такая. мы проверяем, специальным макросом проверяем, что процесс завершился, и специальным же макросом извлекаем код его завершения. Так, вот это вот базовая функциональность, которая у нас есть для создания и завершения процесса. То есть вот как мы их создаем? Мы создаем процесс с помощью форка. Это единственный способ создания процесса. Завершаем мы процесс разными способами. С помощью экзита библиотечной функции, с помощью подчеркивания экзита системного вызова, с помощью аборт или по сегментейшн фолту как-то еще завершаем процесс. Он сам завершается. И дальше родитель может проверять, дождаться завершенного процесса с помощью системного вызова из семейства системных вызовов в Эйд и проанализировать статус завершения процесса. При этом возникает следующая особенность. Вполне может возникать ситуация, когда процесс сын, порожденный здесь с помощью форка, завершится раньше, чем отец дойдет до системного вызова в Эйд. Ну, мало ли, что там еще делает отец какие-то действия, а сын запустился и завершился быстро. В этот момент, вот, собственно, сам системный вызов, подчеркивание, экзит, он уничтожает все ресурсы, которые занимал данный процесс. За исключением, в общем, двух ресурсов. Первый – это PID сохраняется, то есть запись таблицы процессов остается зарезервированной, во-первых. И во-вторых, в этой записи в таблице процессов сохраняется, собственно, статус завершения процесса и некоторые счетчики потребленных ресурсов. Ну, то есть, получается, процесс уже не существует, он не работает, а запись в таблице процессов до него еще осталась. Вот такие процессы называются зомби-процессами. Ну, и единственный способ убрать зомби-процесс – это выполнить системный вызов в Эйд, какой-то в Эйд ПИД, либо в Эйд 4, который уже найдет вот этот зомби-процесс, заберет из него информацию о статусе совершения процесса и освободит ячейку в таблице процессов в игре операционной системы. Ну, вот в нашем случае, если я здесь делаю какой-то большой вейд, сделаю какой-нибудь там, не знаю, пауз, просто чтобы приостановить работу процесса. Пауз – приостановить работу процесса на неопределенное время. Вот он у меня приостановился. И если я сейчас посмотрю список процессов, которых у меня… вот они у меня. Обратите внимание, что как раз за время, пока я здесь рассказывал, у меня максимальный PID как раз был достигнут, и снова пошли использовать PID с маленькими номерами. Вот моя программа F8, и я вижу, что у меня есть три зомби-процесса, которые завершились, то есть ресурсы, под которые освободились, но кто еще занимает место в таблице процессов. У них есть родители по PID 2399, у них свое уникальное PID, и у них вот как раз одна и та же группа процессов, что и у родителей. Вот, казалось бы, зомби-процессы не требуют, в общем-то, ресурсов, но занимают запись в таблице процессов. Поэтому, если я создаю процессов много и не забочусь об их завершении, рано или поздно возникает ситуация, когда в таблице процессов просто нет нового места, что все записи в таблице процессов заняты зомби-процессами. Чтобы такого не происходило, как раз нужно периодически зомби-процессы подчищать с помощью системных вызовов семейства WADE. Вот так в примере, который мы с вами рассматривали. То есть в каком-то смысле это тоже ситуация утечки ресурсов. Мы не освобождаем записи в таблице процессов. Александр Владимирович, извините, опять что перебиваю, но пока что не отошли от темы. Вопрос такой. Разве когда мы не вызываем экзит или экзит с подчеркиванием, мы не завершаем процесс сразу? И он разве не пропадает с таблицы процессов? Когда функция main завершает свою работу, здесь подразумевается вызов exit. То есть вы можете считать так, что вот после в том коде, который запускает вашу функцию main из стандартной библиотеки, и в нем после возврата из main просто написан вызов exit. Ну и exit завершает процесс, он становится зомби. Обычно вы просто этого не замечаете, поскольку баш, из которого вы запускаете свой процесс, он его просто ждет и очень быстро его подбирает. Поэтому в обычной ситуации процесс находится в состоянии зомби очень недолго, и это незаметно. Но, как я уже сказал, если вы не будете сами, если вы сами создаете процессы и не дожидаетесь их вейтом, то у вас будут зомби накапливать. Спасибо, теперь понятно. Так, собственно, вот такая ситуация у нас. Ну и если у меня таблица процессов маленькая, то в принципе каждый пользователь, ну какой-то пользователь, может просто сделать так, что система перестанет работать, просто заполнив все записи в таблице процессов. Поэтому обычно у пользователя есть какие-то лимиты на количество процессов, которые он может создать. Ну вот тут у меня, у этого инстанса Linux, у меня лимит на количество процессов 47 тысяч. И значит, если я сделаю fork-бомбу, простая fork-бомба выглядит следующим образом. На C, на SHL даже еще проще будет выглядеть. Не нужно повторять этот опыт в неподготовленных условиях. Собственно, этот процесс бесконечно вызывает fork, и таким образом бесконечно просто забивает таблицу процессов операционной системы. И вот это вот, скорее всего, приведет к тому, что я вообще не смогу запустить ни одного нового процесса. Поэтому я вот так вот сейчас запускать это не буду. я сделаю следующим образом. Чуть-чуть подрежу лимит. Limit минус Q на 10 тысяч. Таким образом я ограничу максимальное количество процессов, которые могу запустить под данным пользованием 10 тысячами. ну и запускаю. Вот, скорее всего, системе будет не очень хорошо, но она, скорее всего, как-то работать еще сможет. Ну, так ей тяжело. Вот она работает, но ей явно не очень хорошо. В списке процессов вот у меня безумное количество процессов от бомбы, но поскольку лимит на процессы у меня стоит 10 тысяч, пока система, записи таблицы процессов хватает, и что-то я могу сделать. Я могу это все убить, Ctrl-C и все завершится. Поэтому при работе с процессами будете ли вы это делать сами, либо готовы. Очень важно, чтобы настраивать лимиты процессов, которые может запустить пользователь. Чтобы как раз, ну даже по ошибке, чтобы не возникала такой ситуации, что какой-нибудь ошибочная программа, бесконечно порождающая новые процессы, положит всю систему целиком. Так, вот таким образом я могу ограничить количество одновременно работающих процессов. А форк, если как бы достигнуть лимит процессов, просто минус один? Он будет просто минус один возвращать, но тут у меня получается, что я создал 10, ну я создам в итоге 10 тысяч процессов, которые будут все параллельно выполнять форк, которым, вот, в котором будет возвращаться значение минус один, то есть дальше они будут просто процессор тратить, процессорное время. ну вот, вот видите, какой-то у меня лоут, я сейчас запускаю вот это все безобразие, как-то, да, в системе не очень хорошо, вот у меня загрузка, загрузка моей системы теперь составила 2000, я даже не знаю, что это за попугай, 2906 некоторых условных единиц загрузки, мои 10 тысяч процессоров загружают CPU на 2906 процессов, при том, что нормальный, вот он как-то будет постепенно расти, я отключу, при том, что нормальная загрузка в обычном режиме, там 0.1, 0.2 и так далее, то есть я, может, какая-то загрузка типичная, вот тут вообще не загружено, сервер работает более-менее 24 на 7 и его load-ever средняя загрузка равна 0, а тут средняя загрузка 4000, то есть вот к чему приводит параллельно работающий процесс. Что еще можно сказать про процессы? Так, зомби, wet pit, побочный эффект работает с процессами, мы с вами сейчас рассмотрели. Ну и вот если мы будем говорить о жизненном цикле процесса там в завершении, об этом вам еще, наверное, уже сказали или совершенно точно расскажут на лекции такой теоретический материал, что вот через какие состояния может проходить процесс во время своего выполнения. Соответственно, когда процесс создается с помощью форка, еще в тот момент, когда там заполняются его таблицы, он, запись таблиц как бы уже есть, но процесс еще не готов к выполнению. Это некоторое условное состояние создания процесса. Потом процесс является готовым к выполнению и в зависимости от того, есть ли для него центральный процессор или нет, то есть ждет ли он в очереди на выполнение или выполняется, он может выполняться либо ждать в очереди на выполнение. Вот так он туда-сюда переключается. Когда квант времени истекает, выполняющийся процесс становится, переносится обратно в очередь, берется какой-то следующий из очередей ставит на выполнение. Когда процесс выполняет системный вызов exit, он становится зомби на какое-то время до того, как выполнится wait, и после того, как выполнится wait, процесс совсем уничтожает. Если же процесс начинает выполнять какие-то системные вызовы ввода-вывода, там read, что угодно, open и так далее, то может возникнуть ситуацию, когда данных непосредственно в момент выполнения системного вызова нет, доступных, и их нужно подождать. Вот такие процессы, они переводятся в состояние ожидания ввода-вывода. И если мы посмотрим на список процессов, таковых будет у нас большинство. То есть процессы в состоянии S это процессы, ожидающие ввода-вывода. Реально у ввода-вывода есть два состояния. Это состояние sleeping и состояние uninterruptible sleep. Чуть попозже пройдемся по этому. Они отличаются тем, что обычное состояние sleeping, оно может быть закончено с помощью сигнала. То есть вы можете нажав ctrl-c, например, вывести процессы из состояния sleep и он обычно завершится. В состоянии uninterruptible sleep сигналы не имеют никакого влияния на ожидание процесса. Ну и наконец у процесса есть некоторое состояние, которое называется stopped приостановленность. Это не то, что процесс завершился. Вот нужно отличать состояние приостановленности от состояния завершенности. приостановленный процесс, он вообще говоря, занимает все ресурсы, которые я получил. Он просто не выполняется. Как можно это сделать? Например, я запускаю какую-то программу, например, cat. И вот теперь у меня cat попал в состояние приостановления. вот вот его PID 22710 и у него состояние T, то есть приостановленность. Он занимает запись таблицы процессов, он у него есть все ресурсы, файлы в дескрипторе, память, все прочее, просто он не выполняется. Он может сколько угодно долго не выполняться, пока я его снова не переведу из состояния приостановленности в состояние готовности к выполнению. Вот я его здесь продолжу, могу снова вводить данные. И Ctrl-C его завершает. Собственно, вот это специальное состояние приостановленное. Во-первых, в нем находятся процессы, которые были переведены в приостановленное состояние пользователем или терминалом. Во-вторых, процессы находятся в приостановленном состоянии при отладке. То есть, когда вы отлаживаетесь под ГДБ, например, у вас работал брекпоинт, управление попало в отладчик, и в то время, пока вы что-то делаете в отладчике, отлаживаемый процесс находится в состоянии приостановленного. Он не выполняется, но все его ресурсы обеспечены. Так. Есть ли вопросы у вас по процессам? Мы с вами рассмотрели базовые операции создания завершения и ожидания создания новых исполняемых файлов. Мы с вами рассмотрим. Запуск новых исполняемых файлов рассмотрим в следующий раз. родителей процесс может принудительно убить процесс дочерни. Поставить ему сигнал может. В принципе, если есть права поставить сигнал за додому процессу, это может сделать любой процесс, в частности, родители. хорошо, можете пожалуйста привести пример, когда процесс из состояния готовности к выполнению приходит в состояние зомби процесса? Например, просто мы его взяли убили сигналом 9. То есть поставили ему сиккил. Ну, на самом деле, любой сигнал, который не обрабатывается самим процессом, и если процесс в этот момент не выполнялся, он даже не будет ставить на выполнение, сразу отправится в зонби состояние. Хорошо, спасибо. Так, ну, хорошо, тогда давайте, если вопросов нет. Александр Владимирович, есть вопрос по материалам, по конспектам. На вашем гитхабе семинара седьмого пока что еще нет. Ну, добавлю. Хорошо, спасибо. Все, тогда спасибо. Вопрос по вот задачи с контрольной, они будут оцениваться типа 0-100 или нет, они будут побально оцениваться. Хорошо, спасибо. Все. Вот, еще один организационный вопрос. Где будет выложена запись семинара? Ну, на Ютубе, наверное. Я тогда его загружу на Ютубке. Хорошо, спасибо. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.